всем привет дорогие друзья вы на канале живи и радуйся и сегодня видео для всех любителей вязания даже для самых начинающих вязать будет это очень интересно и полезно смотрите как связать вот такой вот красивый ровненький интересный край у изделия сегодня мы этому научимся это можно вязать как толстой пряжей вот такой толстенной так тоненькой средней пряжей и совершенно тоненькой пряжей тоже можно вязать такой вот краешек можно делать рукавчики таким образом и низ изделия а также горловинку так что вперед будем учиться а пока не забудьте подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не забыть и не потерять мое видео и чтобы получить уведомление когда выйдет новый выпуск итак давайте начинать учиться первым делом конечно же надо набрать петелечки на спицу я набираю обычно на две спицы но имейте ввиду при наборе этого узора надо набирать на спицы меньшего размера чем сам само ваше изделие чем вы будете вязать там кардиганчик шарфичек неважно что но должно быть спицы поменьше для этого края потому что они немножко дают в ширину дают ширину так ну сколько тут петелек сейчас наберем для образца но еще пару штучек и так набрали набрали на спицу вытянули и давайте же учиться вязать первым делом первую петельку конечно же мы снимаем как всегда потом берем ниточку и вот так вот протягиваем через низ и провязываем лицевой за заднюю стеночку взяли ниточку провязали сделали накид через низ провязали так сделали накид через низ провязали и так до конца рядочка полностью до конца рядочка довязываем до конца накид провязываем лицевую и последнюю кромочную провязываем изнаночной кромочной петелечкой вот так вот у нас получилось то есть петли увеличились в два раза стала петель в больше чем было изначально так теперь берем первую второй рядочек вяжем первую петельку снимаем вторую провязываем лицевой смотрите вот это вот наш накид который мы делали ниточка перед работой накид снимаем ниточку за работу провязываем лицевой ниточку перед работой накид снимаем ниточку за работу провязываем лицевой петельку ниточку перед работой сняли накид ниточка идет за работу и провязываем лицевой и так далее так до конца рядочка то есть мы имеем теперь в два раза больше петель чем у нас было изначально так что не пугайтесь все это правильно и сейчас мы в следующем рядочке будем это исправлять будем возвращать петли в нужное количество на последнее связываем и кромочную провязываем и так вот у нас так получается с этой стороны с этой стороны и так третий рядочек провязываем смотрите первую петельку сняли и сразу начинаем вязать 2 вместе о по и 2 вместе накидная петля и 1 петелечка вяжем их 2 вместе провязываем их лицевой за заднюю стеночку вот уже видно красота видно наш красивый краешек и петельки сократились вдвое теперь их столько же сколько нам надо сколько мы их изначально набрали за 2 петельки хватаемся и провязываем за заднюю стеночку так 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 что то здесь все готово и все наши рядочек закончился и последнюю провязываем кромочную вот так смотрите уже красиво получается четвертый рядочек все провязываем вот так все провязываем вот так полностью все обычной вязочкой изнаночной провязали и теперь самый последний рядочек вот смотрите уже очень красиво 5 рядочек провязываем изнаночной петелькой чтобы отделить наш красивый краешек наша красивую вязочку от основного изделия конечно уже сразу можно вязать изделие но тогда этот краешек так красиво не отделиться отделиться провязываем изнаночной петелькой и сейчас посмотрим какая красота у нас получилось и последнюю кромочную вот так смотрите как красиво у нас получилось видите какой красивый ровный интересный краешек с такой вот зубчиками с такими с этой стороны тоже неплохо получается более скромный он но тоже очень аккуратненький надеюсь вам видно вот так получается смотрите я попробовала вязать этот узорчик краешек нескольким несколько несколькими ниточками разной толщины вот это вот допустим 100 грамм 140 метров лана gold плюс видите очень красиво мне очень нравится именно вот из этой ниточки краешек такой вот структурный видно что он не простой что это не резинка очень интересный попробовала вязать вот такой вот ниточкой 60 метров очкой спицы восьмерочка ну здесь может за счет того что крутка у ниточки такая более рыхлая не так видно это вот вязком и попробовала вязать тоненькой ниточкой 100 грамм 240 метров baby best такая вот ниточка смотрите что получилось тоже в принципе ничего единственное что конечно она вот дала ширину видите сама вязка само изделие идет поуже а вот здесь вот дала ширину поэтому это я вязала все одними и теми же спицами поэтому надо брать на вот этот краешек спицы потоньше на основное полотно брать немножко потолще но тоже симпатично смотрите как получается эта сторона тоже очень даже интересная надеюсь мое видео было вам полезным вы попробуете вязать такой вот красивый ровненький краешек интересный не забудьте поставить лайк подписаться и до новых встреч пока пока пишите комментарии